До начала теста еще несколько минут, но в специализированной аудитории уже нет свободных мест. Свои знания по русскому в обществе слепых и слабовидящих решили проверить 8 человек. Среди экзаменуемых и Марина Сергеевна Головко. Писать диктант женщина будет особым способом на языке Брайля. Вместо ручки и бумаги специальный набор, где будет выбиваться каждая буква и отдельно знаки припинания. Я привыкла писать по Брайлю, только по Брайлю пишу. Быстро пишите? Нет. Ну, как думаете, на какую оценку напишите? На двойку. Донести текст до незрячих, передать его смысл, четко выделить абзацы и знаки припинания. Задача непростая, признается лектор Наталья Белозубова. К этому мероприятию ей пришлось готовиться заранее. Акцент сделан на написании текста. Текст будет читаться медленно, текст будет читаться, может быть, больше такой выделенностью интонационной. Ну и второй этап. Те люди, которые потеряли зрение, они будут набирать на Брайле, по системе Брайля текст, а затем его будут диктовать волонтерам Амурского государственного университета. В этом году основой для тотального диктанта стали отрывки из произведений Леонида Юзефовича. Из трех частей, посвященных России, Дальнему Востоку достался отрывок о Петербурге. Первое предложение. Слушайте, пожалуйста, внимательно. Мой дед родился в Кронштадте. Моя жена – ленинградка. Вот так четко и громко проговаривается каждое слово и предложение диктанта. По специфичному звуку становится понятно. Экзаменуемые укладываются во временные рамки. Но при этом важно расставить все точки в нужной последовательности. В языке Брайля буквы – это одна комбинация цифры и знаки припинания другие. После набранной на станке текст волонтеры под диктовку участников диктанта перенесут на экзаменационные листы. Результат общероссийского теста назовут 13 апреля. Юрий Камышный, Андрей Цветков. Первый областной канал.